Ребятушки, всем большой привет! В этом ролике мы поговорим о том, как правильно читать книги для ЕГЭ по литературе. Я всегда говорю о том, что летом нужно как можно больше читать, причём нужно полюбить этот процесс чтения, вообще сделать чтение привычкой, полезной и классной привычкой, для того, чтобы в течение года уже спокойно читать на марафоне и изучать произведения из кодификатора. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Фариша Князева, я преподаватель по литературе в онлайн-школе Умскул. Я готовлю к ЕГЭ уже восьмой год, вы будете моим восьмым выпуском. Сама я окончила в факультете журналистики МГУ с красным дипломом, получила второе образование в МПГУ по специальности преподаватель литературы, прошла курсы экспертов ЕГЭ от ФИПИ в 23-м году и всего подготовила 1118 стобальников, но это без учёта последнего года, 23-го по 24-й. Результаты прошлого года, они будут доступны где-то в начале августа, поэтому ждите, тоже буду рассказывать, какая у нас статистика была в этом году, но стобальников много, как обычно, всё хорошо, но пока не можем дать точную цифру, потому что со всеми связываемся, статистику обрабатываем для того, чтобы донести до вас правильную точную информацию. Также являюсь преподавателем русской литературы Равран Хиггс, уже второй год преподаю там русскую литературу студентам и помогаю тоже им влюбляться в литературу. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Жена Маяковского», тут очень много полезных материалов, файликов, кодификатор удобный, который я рекомендую вам распечатать, и полезные посты для анализа, да, самое то. Вот QR-код, или можете перейти по ссылочке в описании к этому ролику, и там, и там можно найти мой телеграм-канал. Итак, о чём мы с вами сегодня поговорим? Мы разберём систему закладок, как вообще делать пометки в книге, как отмечать ключевые эпизоды, карандашные заметки отдельно обсудим, как вести читательский дневник, и будет ещё мини-советы, мини-рекомендации. Итак, поехали обсуждать. Почему, ну почему, да, на все недостатки всё-таки не стоит бояться сдавать литературу? Очень часто, когда вы приходите в школу и говорите, я решил сдавать литературу, тебе говорят, не надо, ты столько книг никогда в жизни не прочитаешь, не сдавай литературу. Почему все боятся, да, почему все пугаются, почему так страшно многим? Потому что нужно помнить детали, потому что важно знать названия глав, имена героев, топосы, понимать последовательность, значимость событий в произведении для правильного анализа. Но не стоит бояться сдавать литературу, потому что во всё это можно погрузиться. И если вы полюбите процесс чтения, всё остальное, детали, названия глав, имён героев, топосов, не будет представляться вам чем-то нереальным. Ну уж поверьте, я уверена, что вы смотрите дарамы, возможно, турецкие сериалы, возможно, возможно, ещё что-то читаете, да, такое фантастичное, необычное, современное. И, естественно, там вы всех прекрасно помните, да, и всех прекрасно знаете. Когда смотрите фильмы, фильмы, которые вам действительно нравятся, вы же там запоминаете героев, вы же запоминаете там события, потому что вам это нравится. Вот так же и с процессом чтения, нужно влюбиться в литературу, нужно погрузиться в этот мир, для того, чтобы запоминать названия глав, героев, топосов, деталей и так далее. А как всё-таки к этому прийти? Нужно правильно читать. Когда вы готовитесь к ЕГЭ год и больше, то и тексты, которые вы действительно читали, могут забыться, и важные детали, например, для второго задания будут забыты. Вот это тоже второй страх, вроде как бы полюбил чтение, но боюсь что-то забыть, и реально забываю, так бывает. Для этого я рекомендую правильно читать, вот главное именно правильно читать, с карандашиком в руке. Вы не просто читаете бездумно, да, чтобы понять суть произведения, общее что-то. Нет, для литературы нужно знать детали, фрагменты, образы, микротемы, ну, вообще знать подробности, какие-то сведения точные. А для этого нужно читать с карандашиком. Итак, что же тогда делать? Во-первых, конечно, это система закладок. Вот таким образом обычно мои ученики читают на марафоне, который идет у нас каждый год, называется он «Литературный дайвинг». Начинается он в июле, заканчивается в мае, и мы читаем без остановки книги из кодификатора. И когда мы читаем, мы помечаем ключевые эпизоды закладками. Обратите внимание, что здесь есть четкая система. А закладки можно делать самим, да, бумагу А4 разрезать, и клей, приклеили, все. Но главное условие книга должна быть ваша, да, не библиотечная, потому что библиотеку вы потом такую книгу не сдадите. Или же покупать на маркетплейсах эти закладки, и клеить таким образом, запоминать ключевые эпизоды. Итак, как работают? По горизонтали книги вы отмечаете закладками «Важные события». То есть вот здесь вот, да, вы отмечаете... Сейчас я здесь помечу, чтобы вам было видно. Вот здесь вот вы отмечаете важные события. Здесь вы отмечаете героев, трансформацию, которая происходит с героями, да, когда появляется новый персонаж. Значит, по горизонтали вы отмечаете важные события, по вертикали фиксируете имена героев. Это самый простой способ. Вы можете, конечно, все это адаптировать под себя. Например, пользоваться цветными закладками, где красным цветом будете отмечать топосы произведения, зеленым важные цитаты, желтым имена героев и так далее. То есть закладки помогут вам систематизировать все, что вы видите в книге, и выделять ключевые образы. Вообще, что стоит выделять? Что стоит отмечать закладками? Переломные моменты в судьбе героев. Обязательно, да? Когда с героем что-то происходит, и описан этот процесс того, что с героем что-то происходит. Например, это аустралийское небо Андрея Балконского, да? Сто процентов надо выделять, потому что происходят перемены в его сознании, перемены в его душе. Описание портрета, описание внешности персонажа очень часто говорит о внутреннем мире героя, да? Внешность героя, описание его внешности говорит о том, что он переживает внутри. Интерьера, пространство, помещение, в котором находится герой, тоже раскрывает его характер, тоже раскрывает его черты. Диалоги, монологи, в которых раскрываются характеры персонажей, какой-то яркий диалог, в котором герой по-особенному проявляется. Например, диалог Базарова и Анны Сергеевны Одинцовой, да? Ну, естественно, где он признается в любви. Это очень важный эпизод. Символические эпизоды, например, дуэль, да? Или затмение солнца, когда Игорь отправляется в поход. Это все символические эпизоды, важные эпизоды в жизни персонажа, которые что-то означают его судьбе, его жизнь и так далее. Вот на это мы обращаем и это мы выделяем. Почему закладки это удобно? Эта система позволяет вам не искать во всей книге нужный фрагмент. То есть вы, когда читаете, это отмечаете, и у вас это все уже есть. И когда вы будете писать в дальнейшем сочинения, в сентябре, октябре, ноябре, вы будете знать, куда смотреть, куда обращаться, да? Какой фрагмент нужно открыть и перечитать. И вы постоянно будете перечитывать именно эти эпизоды. Более того, в конце года можно перед ЕГЭ перечитать именно те моменты, которые вы отмечали закладками. Это тоже будет невероятно полезно. И, конечно, это еще и фиксирует в вашей голове, что это важно. Момент, когда вы пишете эту закладку, да, когда вы записываете на странице, что это важный эпизод, в голове прокручиваете, и закладки держат вас в тонусе. То есть вы пытаетесь все равно сконцентрировать внимание на том, что нужно найти что-то важное, нужно что-то выделить. И помогает вашему вниманию не рассеиваться, да? Это тоже очень важно. Карандашные заметки. Обязательно отмечайте что-то, подчеркивайте, выделяйте, если вы отмечаете закладкой, на этой же странице пометьте, что вы отметили закладкой. Опишите какую-то свою мысль. Можете даже разговаривать с автором. Вот он что-то написал, вы можете ему ответить. Свою какую-то мысль, свои размышления можете показать. Потому что наша задача не просто анализировать, но и как-то думать, да, понимать текст, через себя воспроизводить, да, и многое осознавать. Советую читать книгу всегда с карандашом в руке. Что можно им помечать? Нужные цитаты, ваши мысли, анализ произведения и толкование незнакомых слов. Все это можно карандашиком помечать. Более того, карандашик, он всегда держит ваше внимание. Карандашиком вы как бы проходитесь и запоминаете ключевые моменты. Если не хотите писать самой книги, то можно обклеивать стикер и писать на стикере, да, если не хочется портить книгу, больно вам причинять такой вред книге, да, если вам кажется, что это вред, то можете закладку приклеить, ну, стикер приклеить на страничку и на страничке уже все написать. Обязательно рекомендую вам завести читательский дневник. В моем телеграм-канале также он есть, и вы тоже можете им пользоваться. Значит, шаблон тут представлен, шаблон может выглядеть таким образом. В читательском дневнике нужно описывать то, что вы прочитали, потому что к маю следующего года, возможно, вы все это уже забудете. Поэтому важно эти мысли сохранять, важно сохранять эти эпизоды. Читательский дневник – это ваши собственные записи для повторения и закрепления всего прочитанного, который вы ведете по мере изучения произведения. И он нужен для того, чтобы фиксировать прочитанное за день, записывать имена персонажа, выписывать важные цитаты, отслеживать прогресс в своем чтении. И постоянно фокусировать внимание на важном, да, и потом перед ЕГЭ вы будете перечитывать читательский дневник и вспоминать многие моменты. Очень важно писать его самому, да, вести читательский дневник самому, потому что иначе вы не запомните многие моменты. Когда ты пишешь сам, сам проговариваешь, да, какие-то моменты, то это у тебя откладывается в голове, это важно. Что я советую точно записывать читательский дневник – автора и название произведения, род, жанр и направление произведения, полные имена героев и главных, и второстепенных, краткий сюжет, завязка, развитие, кульминация, развязка. Цитаты тоже можно сохранить, да, записать, и все это повторять периодически, ко всему этому возвращаться периодически. Еще небольшие советы при чтении. Не пропускайте длинные описания пейзажей, потому что они, как правило, раскрывают внутренние переживания героев. Попробуйте прочувствовать эти пейзажи, попробуйте представить эти пейзажи, попробуйте оказаться там. Попрактикуйте медленное и комментированное чтение, так вы сможете уловить те мысли, которые не заметили при быстром прочтении. Еще круто читать с кем-то, если ваш друг сдает тоже литературу, или вторая половинка, или родители тоже увлечены литературой, вы можете читать книгу вместе, страничку вы, страничку ваш близкий, да, и таким образом еще друг с другом обсуждать какие-то моменты, это очень круто. И не забывайте гуглить те слова, события, даты, которые вам непонятны, которые остались непонятными, странными, неизученными и так далее. Все это можно закреплять. И самое главное, не забывайте, что чтение должно быть регулярным. Надо регулярно, постоянно это делать. Не просто в контексте какого-то времени, да, а постоянно. Каждый день, по чуть-чуть, но каждый день, да, это очень важно. И сейчас, ребята, у нас стартует основной курс, на котором у нас будет марафон сразу по войне и миру и по тихому дону. Июль мы читаем войну и мир, август мы читаем тихий дон, анализируем, разбираем тихий дон. И вообще учимся навыку анализа, учимся понимать произведения, учимся разбирать тексты, да, учимся понимать автора, слышать его. Учимся смотреть на ключевые эпизоды и правильно их интерпретировать. Вообще основной курс это полноценная подготовка к ЕГЭ от и до. На курсе вас ждет удобная платформа, работа над ошибками, отслеживание успеваемости, марафон по чтению и многое-многое другое. Сейчас самые выгодные условия для того, чтобы записаться, самые низкие цены. Существуют акции, да, которые вы видите на слайде. И можно записаться как на литературу, так и на четыре предмета. Причем подготовка по нескольким предметам будет для вас даже выгоднее, да, с точки зрения знаний и с точки зрения даже подготовки к литературе. Потому что, помимо литературы, для ЕГЭ по литературе нужно знать еще очень хорошо русский язык и разбираться в истории. Если вы эти предметы сдаете, можно сразу начать подготовку к нескольким предметам. Обратите внимание на наше расписание на год. Вообще это основной курс, это не подготовка в течение месяца или какого-то периода, это подготовка на год. Это путь в долгую. Начинаем мы в июле и каждый месяц у нас расписан. Вы можете на этих слайдах увидеть, что мы делаем в каждом месяце. Мы от и до все разбираем, да. И в мае заканчиваем, и в финале все перед банником. Последним недельным курсом. Как выглядит наша подготовка? В июле мы читаем, анализируем войну и мир. И обсуждаем следующие моменты. Как учить лирику? Какие документы существуют в ЕГЭ? На что нужно обращать внимание? Чем пользоваться в процессе подготовки? Как правильно работать с кодификатором? Как правильно читать книги для ЕГЭ? Все это мы будем обсуждать. Дальше. Как писать сочинение? Что такое анализ? Как анализировать стихотворение? И у нас выйдет демоверсия в конце августа. И мы сможем разобрать основные изменения и документы ЕГЭ 25-го года. Вот такое расписание на август. И на сентябрь тоже уже есть расписание. Здесь мы будем учиться писать четвертое сочинение. Будем разбирать теорию литературы. И разберем несколько драматических произведений. И приступим даже к лирике. Вот такое насыщенное яркое время. Очень продуктивное время лето. Потому что мы разберем, прочитаем сразу два самых больших сложных произведения. Поэтому это будет невероятно полезно, круто. Если вы хотите записаться или узнать подробнее, переходите по ссылке в описании. И мы вам все обязательно расскажем. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Увидимся на следующих занятиях. До скорых встреч. Пока-пока.